Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок Евангелия от Матфея, 22 глава. Я хочу прочитать этот отрывок, а потом немножко рассказать, как мы его можем понимать. Иисус, продолжая говорить притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откорблено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши, то и пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Услышав осем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийцу, он их изжег, город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Вот отрывок этот мы можем понять, конечно же, царство небесное – это пир, на который призывает Господь каждого человека. И призыв к тому, чтобы прийти на этот пир – это проповедь Слова Божия, проповедь Евангелия. И вот множество людей, которые отказались прийти на этот пир, это те, кто не услышали это слово и отказались прийти ко Господу. Посмотрите сегодня у нас в храме, как мало людей, где все. Кто-то на даче картошку копает, кто-то поехал отдыхать, кто-то просто спит. Господь всех призывает к себе, но люди забыли об этом. И, как мы слышали в этой притче, что сделал Господин, когда его не послушали? Он истребил этих людей. Чему удивляться тогда, когда мы гоним Бога из своей жизни, и Он нас за это начинает вразумлять? Причем Господь нас не наказывает, а лишь позволяет нам своими грехами себя наказать за нашу неправильную жизнь. И люди удивляются, прибегают и говорят, батюшка, что же нам делать? У нас вот так вот плохо. А вы до этого десятки лет, если гнали Бога из своей жизни, почему вспомнили о Нем, только когда стало плохо? И человек, который пришел все-таки на пир, но не был одет как положено, это уже относится практически к каждому верующему человеку, к тем, кто услышал Слово Божие, пришел к Богу, но не подрудился, чтобы изменить себя и прийти к Богу с чистым сердцем. У нас есть люди, которые в храм приходят так же, без всякого благоговения к Богу, в шортах могут прийти, в майках. Если мы приходим к какому-то чиновнику, мы всегда одеваемся как только лучше можем, или к какому-то царю, если бы мы пришли. Но когда приходим к Богу, можно прийти в чем угодно. И здесь, конечно, речь прежде всего о нашей душе, потому что мы, приходя к Богу, должны измениться. Если мы не меняемся, то мы уподобимся этому человеку, который пришел на пир. Господин его спрашивает, как ты мог так прийти? А он молчал. И вот мы, к сожалению, несмотря на то, что пришли к Богу, зачастую ведем себя точно так же. Мы приходим в храм, молимся, даже можем причащаться, но при этом не стремимся изменить свою жизнь. Мы как жили, как язычники, так и продолжаем жить. И именно из-за этого возникают страшные проблемы в нашей жизни. Как Господин сказал этому человеку? Что он будет наказан. И слуги его взяли и ввергли туда, где плач и скрежет зубов. Те, кто уже пришли к Богу, с них уже больший спрос, чем с тех, кто не делал этого. И Богу надо, конечно, не то, чтобы мы пришли к Нему в какой-то красивой одежде. Это для нас надо. Чтобы мы сами осознавали, к кому мы пришли. И приходя к Господу, мы должны помнить, что Ему нужны не наши свечки, не даже храмы, которые мы строим, а наше искреннее желание покаяться. Искреннее желание изменить свою жизнь, чтобы из ветхого человека, которыми были до крещения, измениться и приблизиться ко Господу. Вот в этом смысл нашей жизни. И вернемся, если к началу притча, то, как мы слышали сначала, господин просто попросил позвать людей на свой праздник. И люди его не услышали. И тогда он начал их истреблять. Вот очень часто так бывает, когда мы не слышим призыв Божий через слово, через какие-то обращения, может быть, даже наших близких, которые пытаются нам проповедовать. Господь нас приводит к себе через скорби, чтобы до нас лучше дошло. Если мы не понимаем, то эти скорби увеличиваются до тех пор, пока мы не придем к Богу и не изменим свою жизнь. Некоторые, к сожалению, не понимают этого. Иногда, кажется, умер человек совсем как-то неожиданно, а начинаешь разговаривать с близкими, и ты видишь, что Господь его призывал много лет. Человек ничего не хотел слышать. Я хочу пожелать, братья и сестры, чтобы этот евангельский пример, эта притча напоминала каждому из нас о том, что Господь каждого призывает ко спасению. Но для того, чтобы нам быть достойными, Царствие Небесное, в которое Господь нам призывает, нам тоже необходимо потрудиться. Желаю всем Божьей помощи и ангелы хранить.